В своем телеграм-канале глава Кировского района Игорь Рудаков сообщает, что в ТРК Виволэнд работает выездной пункт голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». От Кировского района в голосовании участвует сквер по Зубчининовскому шоссе, территория на 18-м километре Московского шоссе, лесопосадку завода приборных подшипников. Все желающие приглашаются к участию в голосовании. Отдать свой голос можно на онлайн-платформе 63.городсреда.ру. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале сообщает, что на заводах города есть вакансии. Сотрудники требуются на завод имени Тарасова, на самарский завод «Коммунарк», на электрощиты, на завод приборных подшипников. Нужны литейщики, слесари механо-сборочных работ, мастера участков, электромонтеры, маляры и сварщики. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки напоминают мамам особых малышей, как важна для их детей реабилитация. Это неотъемлемый этап восстановления. Чем раньше начнется реабилитация, тем быстрее она поможет улучшить состояние ребенка. В реабилитационных центрах при назначении любых процедур для каждого малыша учитываются медицинские заключения, назначение лечащего врача и специально разработанный индивидуальный реабилитационно-образовательный маршрут. Социальная реабилитация, которая входит в состав комплексной, помогает усилить эффект от медицинских процедур и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что 24 апреля в библиотеке имени Крупской пройдет концерт «Снова копель, снова весна». В рамках цикла патриотических песен прозвучат произведения самарского композитора Евгения Митрофанова. Вход свободный, начало 18.00. Субтитры создавал DimaTorzok